Вопрос о салату аль-Ассах. Совершается ли намаз джаназа над выкидышем? Лаусалат халат. У этого, говорит, может быть, три случая. Аль-Уля первый случай. Ан-Нех руджя бихаятин мустахирра фаястанилла ау-Ятахаррак. Если ребенок рождается здоровым, живым. И либо кричит, либо двигается. То есть есть явное указание, что он родился живым. То есть а затем что делает? А затем умирает. Фаал-иусалла алейбегейрихилат. Над ним необходимо совершить намаз джаназа без разногласий. Накал-а-залик ибнур-мундзир. Это отсутствие разногласий привел ибнур-мундзир. А также другие из обладателей знаний. То есть имеется в виду, является узаконенным совершить над ним намаз джаназа. А санит. Второй случай. Если он родится до того, как ему исполнится четыре месяца. Имеется в виду что? Исполнится четыре месяца. То есть после его зачатия, прошло еще меньше четырех месяцев, уже произошел выкидыш. Так говорит фаал-иусалла алейбегейрихилат. То над таким выкидышем намаз джаназа не совершается. Фаал-ан-абдари сказал абдари биллахилляб. Без разногласий. Фаал-ан-науи и ани биллахилляб. То есть по единогласному мнению. Потому что он еще не являлся человеком. В него не было вдохнута, что не был вдохнут в него дух. Так или нет? Или душа нам. И заходя из этого, что получается? Что он не умер. Так или нет? Что он не умер. Так как он еще не был даже живым. Остается и третья ситуация. Изабелла Арбат Ашур Самопол. Если он уже был достиг четырех возрастов и даже больше. Но родился мертвый. Изначально родился мертвый у Аля Местагин. И не закричал. Вот относительно этого момента есть разногласия. Значит, сколько ситуаций есть? Три ситуации. Первая ситуация рождается живым, но потом умирает. Живым, потом умирает. Но таким совершается, что джаназа. Саид. Вторая ситуация рождается до четырех месяцев. Случается выкидоч до четырех месяцев. Но таким не совершается джаназа. Без разногласия. И третья ситуация, если он уже был больше четырех месяцев. То есть душа в него была вдохнута. Но он родился умершим. То есть не родился живым, а потом умер. Сразу родился мертвым. Относительно этого есть разногласия у ученых. Первое мнение. Мнение Саида ибн Джугейра. Также Мухаммада ибн Сирина. Также Ахмада ибн Ханбала. И Исхака ибн Ибрагима. А также Дауда Аз-Заири. И ляану югасал уйасал на алей. Потому что его нужно помыть. И нужно что-то совершить над ним намаз джаназа. Ляану каатнуфи хатфи рух. Потому что в него был вдохнут дух. Там афи хадис ибн Мас'уд си ас-сахейни. Как это приходит в хадис ибн Мас'уду у Бухари муслима. Вау ю асабар маййитан. Так и он считается умершим. Ляану каатнуфи хатфара катал джасар. Потому что его дух вышел из его тела. И это мнение также о шафии. Старое мнение и целой группы шафиитов. Это первое мнение в опросе. Второе мнение. Мнение Хасан Альбасри. А также Ибрагима Анахай. А также имама Малика. Ибн Анаса. Также Аляуза. И также имама шафии. Новое мнение. И мнение ханафитов. Ляану ла югасал у ла юсал ла алей. То, что его не нужно мыть. И не нужно совершать над ним намаз джаназа. Можете у себя записать. Это мнение также Ата Ибн Абирабаха. И мнение Аззухри. Также это мнение Ата Ибн Абирабаха. И Аззухри. Говорит шейх Махам Хизам. И правильным является мнение. Первое. И это мнение шейха Албании. И шейха Мухбиля. То, что над таким нужно совершить намаз джаназа. Так у себя запишите. Некоторые асары от сподвижников. Пришло от Ибн Умара. Застоверным Иснадом. Застоверным Иснадом. То, что он совершил намаз над ребенком. Который родился мертвым изначально. То, что он. Анну салла аля маулют лам ястахиль. Он совершил намаз над новорожденным. Который не кричал. То есть родился сразу мертвым. Понятно или нет? Значит еще раз. Анну салла аля маулютин лам ястахиль. Это пришлось за суверным Иснадом. От Ибн Умара. У Ибн Мунзера 5.44. Какой книг у Ибн Мунзера? Аль-Аусад у Ибн Мунзера. Пятый том. Четыридцать четвертая страница. 5.44. Второй асар от Мугира Ибн Шуаба. От Аль-Мугира Ибн Шуаба. Тоже с достоверным Иснадом. С достоверным Иснадом. Где он сказал. Выкидыш необходимо совершить над ним намаз жаназа. И нужно делать дуа за его родителей. То есть просить у Аллаха за них милость и исхождение. За родителей этого выкидыша. Так это слова Мугира Ибн Шуаба. Сказал Ас-Сақту Юсалла Алей. Вот это то, что нас интересует. Ас-Сақту Юсалла Алей. Необходимо совершать намаз жаназа над выкидышем. Это застоверным Иснадом. От Аль-Мугир Ибн Шуаба. У Ибн Абишейба. 3.317. Ибн Абишейба. 3.317. А также у Абдур-Разака. 3.531. 3.531. И это же слово Ас-Сақту Юсалла Алей. Выкидыш. Над ним необходимо прочитать намаз жаназы. Приходится слов Мугир Ибн Шуаба. От пророка Саралла Ас-Сақту. Но это уже недостоверно. То есть это слова самого Мугиры. Ради Аллахану. Но от пророка Саралла Алей. Назвал это недостоверно. И больной передачей от пророка Саралла Ас-Сақту. Аддар Ахутни. Аддар Ахутни в своей книге Аль-Илл. В своей книге Аль-Илл. Указал на слабость этой передачи. Под номером 1258. И пришло. Также с достоверным Иснатом от Абу-Гуриры. От Абу-Гуриры. То, что он. Совершал намаз. Над своим ребенком. Который родился изначально мертвым. Который родился изначально мертвым. От него это достоверно. Вот этот вопрос. Понятен или нет? Значит, над выкидышем. Совершается намаз джиназа или нет? Может быть три случая. Два случая единогласно. Один случай есть разногласие. Более правильное мнение, что совершать намаз джиназа необходимо.